Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов, это обзор поединка Магнуса Каусона против Аниша Гия, сыгранный в интернете по 15 минут с добавлением. Итак, Магнус играет белыми, начинает ходом d4, на что Аниша разыгрывает классический ферзевый гамбит и быстро переводит этот дебют в защиту Рогозина ходом слон b4. Магнус разменивается на d5 и просто выводит своего чернопольного слона за пешечную цепь, собирает спокойно развивать фигуры и постепенно давить на отсталую пешку c7. Но зная то, что соперник очень силен в техничных позициях, а Нижкири избирает наиболее энергичный путь достижения равной игры, он играет конь e4, желая начать атаку немедленно на слабости белых, не дать им спокойно завершить развитие. Пока под боем конь, белый защищает этого коня ладьей и следует ход конь c6. Конечно, обычно нас учили не ставить коня впереди пешки, поскольку пешка c7 становится отсталой, но здесь это конкретный ход, который контролирует поле e5. И завершает развитие фигур, так что плохим он быть не может. Тем более, если белые продолжают спокойное развитие, играют e3, то у черных есть очень энергичный рейд пешек на королевском фланге. Они играют g5, отгоняют слона на g3 и теперь h5, грозя поймать белого слона и вынуждая белых ослабить свою структуру движением пешки h, после чего черный побьют на g3 и испортят белому пешечную структуру. Пешка e3 станет отсталой и, в общем-то, перевес будет даже на стороне черных. Поэтому Магнус Карсон играет чуть-чуть похитрее. Вместо естественного хода e2, e3 он отступает своим конем на поле d2, желая избавиться от неприятной связки. Теперь без защиты осталась пешка d4, но если побить эту пешку конем немедленно, последует размен на поле e4 и очень сильный удар слом бьет c7, заставляя черного ферзя отвлечься от защиты коня d4, потом забирают его коня ферзем. Следующим ходом белые забирают еще пешку e4 и получаются позиции, где у белых лишняя пешка и очень крепкая структура. У черных, конечно, есть два слона, которые в каком-то смысле компенсируют недостачу пешки, но все-таки на победу здесь играют именно белые и они имеют все шансы реализовать лишний материал. Поэтому не идет сюда, а не жгилем, и после отступления белого коня на d2 он вновь избирает самое энергичное продолжение. g7, g5, атакуя белого слона. Теперь, если слон отступает на естественное поле g3, то последует размен на этой клетке и черные уже могут побить пешку на d4. У белых нет удара на c7 и они просто остаются без пешки. Так что Магнус отступает слоном на поле e3. Конечно, ход выглядит некрасивым, слон блокирует собственную пешку, но зато пешка d4 под защитой и белые планируют постепенно избавиться от связки и раскрутиться. Но у черных здесь явно другие планы. Они же забирают коня на c3, происходит ответное взятие и нападают на белую ладью. Черные пока играют очень энергично и не дают белым возможности заканчивать развитие. После хода ладья b1 следует f7, f5, создавая конкретную угрозу пойти пешкой дальше и выиграть целую фигуру. Ну что ж, Магнус пока защищается ходом g3, пытаясь закончить развитие путем фианкетирования своего белопольного слона. И слон d6, вновь возобновляя угрозу поймать белого слона путем f4. Надо сказать, что эта позиция уже встречалась на практике в гроссмейстерском уровне, и там белые играли вполне логично, сделали ход конь f3, давая слону возможность уйти в освояси. После f4 слон действительно отступил на поле c1, и возникла такая вот позиция. Белые сделали короткую рокировку, и объективно у них есть перевес. Могут они атаковать пешку d5, могут они подрывать ее путем c4, в какой-то момент они могут провести e4. Объективно позиция в пользу белых, но тем не менее, в практической борьбе черные обержали здесь вверх и даже победили. Так что Магнус Карсен ищет новые пути, и изобретает он довольно оригинальный план. Всем видим мы, что грозит ход f4, вроде бы от этого хода нужно защищаться, но Магнус считает по-другому и делает крайне странный ход ладья g1. На первый взгляд непонятно, как этот ход может препятствовать черным пойти вперед на f4, и просто выиграть фигуру, но выясняется, что после размена на f4 белые смело забирают эту пешку слоном, и на ответное взятие играют e3, вскрывая диагональ для ферзя и желая доставить черному королю уйму проблем. Лучшая защита это сыграть ферзь e7, связывая пока пешку e и готовя для короля отступление. После шаха белые забирают вторую пешку, и в этой позиции имеют определенную компенсацию за отсутствие фигуры. Все-таки две пешки, черный король гуляет по центру, но объективно черные тоже не должны испытывать проблем. Идет острая игра с нарушенным равновесием, с несторождественным разменом материала, так что здесь кто лучше играет в шахматы, тот и победит, ну либо тот, кто лучше подготовлен, поэтому они же решают от греха подальше не идти в этот вариант, и просто делают короткую рокировку. Не совсем логично смотрится то, что черный король встает на одну линию с белой ладьей, но пока что Магнус не может это никак использовать. Но все-таки он пытается, он играет аж 4, желая зафиксировать структуру на королевском фланге, и определить позицию черных пешек. Теперь, конечно, если черные пойдут пешкой вперед, то у белых будет довольно проста игра, вскрытие позиции нигде не грозит, Магнус может отскочить слоном на поле g5, атакуя ферзя, и потом переключиться к естественному развитию ходом e3, вывести слона, где-то подорвать центральную пешку путем c4, и играть эту позицию на победу без особого риска. Анижги это понимает, и он решает продолжить свою стратегию максимально энергичной игры, и он делает ход f4. Этот ход смотрится особенно нелогично в тот момент, когда ладья на g1 смотрит на черного короля, но после взятия на f4 гири заготовил ход g5 в g4, закрывая линию g и оставляя белого слона на e3 в дураках. Теперь он полностью ограничен собственными пешками, и никак не может попасть на g5, и мешает развитию собственных фигур. Ну, надо сказать, что, наверное, эта позиция все-таки в пользу белых. Нельзя сказать, что жертва пешки предпринята гире корректно, и у белых было сразу несколько путей развития инициативы. Например, естественно, смотрится попытка подорвать центральную пешку ходом c4, и дальше примерно такой вариант. Белые выиграют вторую пешку, но черные переводят коня на поле g6, и в будущем собираются забрать пешку f4 конем, и получить хорошую компенсацию в виде активной фигурной игры против белого короля, который все-таки застоял в центре доски. И вторая возможность была в том, чтобы воспользоваться связкой по линии g, и сделать ход конь f3, подставляя пока коня под пешку. После взятия на f4 происходит размен на этой клетке, белые играют e3, атакуя ладью. Опять же нельзя бить коня, поскольку пешка g связана, а на отступление ладьи c4. Белые начинают подрыв центральной пешки d5, и тоже имеют определенные шансы перехватить здесь инициативу. Но Магнус Карсен избирает, наверное, самое экстравагантное решение в позиции. Ход, который сделал Магнус, не приходил в голову ни одному комментатору, но тем не менее он ставит перед черными очень серьезные проблемы выбора. Магнус играет ладья b5. Ход кажется очень странным. Зачем атаковать центральную пешку ладьей, если можно было это сделать хотя бы слоном с поля g2, ферзем с поля b3. В общем, можно было нормально человеческие ходы делать, но вместо этого у Магнуса другие планы. Аниш играет вполне логично, отступает конем на поле e7, защищает пешку и готовит потом подкрепить ее ходом c6, но здесь выясняется идея Магнуса Карсена. На естественный ход конем он заготовил сброс пешки путем f4, f5. Пешка встает под три боя, и главная идея Магнуса в том, чтобы активизировать своего чердопольного слона, поставить его где-то на поле g5, и прицелиться также ладьей к пешке g4. Давайте посмотрим варианты. Самым естественным кажется взятие на f5 слоном, сохраняя защиту пешки, но тогда белый слон нападает на ладью, и после отступления Магнус мог бы провести очень решительный ход e2, e4, вот так вот смачно двигая пешку сразу на два поля, и нападая на черного слона. И здесь надо сказать, что идея Магнуса полностью бы оправдывалась на любой человеческий ход, и в случае взятия на e4, и в случае отступления слона у белок, очень серьезный перевес, но наверняка оба гроссмейстера не видела во время партии тонкую позиционную жертву фигуры ходом король h8. Этот ход указывает компьютер, и действительно поднять такой ход за доской в режиме рапид партии очень непросто. Идея в том, что после взятия на f5 черные забирают конем, слон вынужден отступить, и здесь следует шаг с поля e8, белые закрываются, и после хода g3 черные начинают контр-игру против белого короля, и несмотря на то, что за фигуру у них пока что только одна пешка, эта контр-игра очень серьезна, и действительно здесь у них полная компенсация. Но согласитесь, отступление короля на h8 кажется неочевидным, и скорее всего оба гроссмейстера дошли в своих расчетах до этой позиции, и оценили ее как с большим перевисом белых. Поэтому отказывается гире от взятия на f5 слоном, можно попробовать взять конем, но здесь есть конечно свои минусы. Во-первых, под боем находится пешка g4, которую можно теперь немедленно съесть шахом, но правда у этого хода тоже есть подводные камни, после естественных ходов ладьябит g4 и слон g5, атакуя ферзя, у черных вновь есть компьютерный трюк, который я уверен не видели оба гроссмейстера, это неожиданный прыжок черного коня на поле e3 под два боя, желая таким образом либо разменять ферзей, либо вскрыть позицию белого короля, либо как-то отвлечь слона с поля g5, и потом забрать ладью на g4. Ну и самый наверное красивый вариант, это если мы забираем пешкой, сохраняя все угрозы, тогда следует взятие на g4, белые забирают ферзя, и следует вот такой вот мат слоном. Конечно, этот мат мог бы венчать партию, но так слабо чемпион мира не играет. Скорее всего, вместо взятия ладьей на g4 сильнее, немедленный ход слон g5, атакуя ферзя, и после хода ферзь e8 ладья забирает на d5. Позиция совершенно не поддается обычным критериям оценки, у обоих сторон есть и сильные и слабые стороны, но объективно, наверное, чуть-чуть у черных перевес в этой позиции, некоторый перевес ладья на d5 все-таки заблудилась, но хотя в практической партии случится может все что угодно. Ну и последнее, наверное, самое слабое, это взятие на f5 ладьей, на этой сильнее всего забрать на g4 с шахом, и просто отступить ладьей обратно на g1, уходя от противостояния с черным слоном. В общем, посчитал все эти варианты, они жгили, понял он, что взятие на g4 во многих вариантах это серьезная угроза, и решил просто защитить эту пешку ходом h5. Последовало слон g5, активизируя слона, черный укрепляет центральную пешку ходом c6, ладья отступает на второй ряд, и ладья бьет f5. Максимально логично играет они жгили, уничтожает белую пешку, и здесь Магнус Кассен также заготовил энергичный ход e2, e4, вскрывая позицию в центре, и вновь на любое взятие на e4, либо на отступление ладьи, белые получают солидный перевес, за счет того, что они либо занимают пространство в центре ходом e5, и захватывают много полей, либо вскрывают диагонали для слона, в случае взятия конь могут подойти на e4, и начинают атаковать черного короля, который довольно сильно раскрыт в этой позиции, но они жгили, правильно оценив эту ситуацию, сбрасывают качество на g5, и после ответного взятия играет конь g6, подключая коня на ослабленное поле f4, и собираясь забрать на g5 ферзел. Ну что ж, Кассен занимает центр ходом e5, слон просто отступает на f8, и в этой позиции очень нарушен баланс сил, конечно, у обоих сторон есть свои козы, у белых королев до сих пор находятся на поле e1, до сих пор они не закончили развитие, и Магнус Кассен решает как-то вывести фигуры наконец в игру, и делает ход слон d3. Рискну предположить, что этот ход является первой неточностью в партии, которая по сути и привела к дальнейшим неудобным ситуациям для чемпиона мира. Сильнее было бы, например, сыграть c4, оставляя пока слона на f1 и начиная подрыв центра. И после взятия на g5 ферзь выходит на b3, и потом переходит на поле e3, и эту позицию движки оценивают как равную, хотя, конечно, с человеческой точки зрения это абсолютно не ясно. А после хода слон d3, слон как будто подставился под копыта черного коня, приходится делать еще неуклюжий ход конем, защищая этого слона, и следует взятие ферзем на g5. Игра черных проста и понятна, они забирают пешки и атакуют белого короля, а белым приходится делать немножко неуклюжие ходы, чтобы сохранить баланс сил, например, в этой позиции, видимо, сильнейшим был бы ход слона на поле b1, отступая из-под копыт черного животного, но Магнус Каусин допускает уже решающую ошибку в партии, он, видимо, переоценивает свою позицию, хочет он во что бы то ни стало атаковать черного короля, и делает самоубийственный ход f2, f3, пытаясь подорвать пешку g4, и не замечая простую тактику, после взятия на d3, белые должны забирать этого коня ферзем, и происходит просто двойной удар в поле c1, после чего ги забирает целую ладью, и остается с лишней фигурой. Дальнейшая часть партии, Анис проводит на великолепном уровне, он выводит с темпом слона на f5, вынуждает размен еще пару фигур, белый король бежит вперед, они смело забирают пешку на c3, поскольку никакого вечного шаха у белых нет, потом забирает еще и пешку на d4, нападает на ладью, ладья отступает из-под боя, и теперь ги просто подводит свои силы, играет слон g7, и на f4 ладья f8. Ну что ж, черные подзавели все фигуры к игре, никакого вечного шаха их король не получает, белый король сейчас сам окажется в беде, и в этой позиции Магнус Каусен признал себя побежденным, таким образом Анижгиря ведет в счете против Магнуса Каусена, и это действительно настоящая сенсация дня. Что ж, кому понравился обзор, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить обзор будущих партий, а с вами был Евгений Шувалов, чтобы не пропустить... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok